Во вторник в Омске официально закончился ремонт дорог. Асфальт заменили на 57 улицах Омска. Это 10% площади всех магистралей. На это потратили почти полтора миллиарда рублей. Чиновники провели приемку. По документам дороги сейчас в идеальном состоянии. Но так ли это? Мы проверили сами с помощью стакана и воды. В январе омичи признали улицу Лукашевича самой разбитой дорогой в городе. А уже осенью магистраль заслужила звание лучшей среди отремонтированных. Ей отдали голоса участники опроса на сайте Омск-регион. Эксперимент со стаканом как способ проверить дороги после ремонта. Ходит легенда, что в Германии местные жители именно так оценивают качество обновленных магистралей. Суть простая. Если во время движения машины вода прольется, значит дорожники работали спустя рукава. Мы едем по улице Лукашевича. Дистанция 1 километр. Держим постоянную скорость 60 километров в час. По сравнению с дорогой раньше была и сейчас, даже посмотреть на стакан, даже не колыхнется вода. При скорости 60 километров в час. Весной о плохих омских дорогах говорил даже президент во время прямой линии. Начавшийся ремонт многие восприняли как реакцию власти на обнародованную проблему. Первые два этапа профинансировали из Дорожного фонда Омской области и бюджета города. А это 29 дорог. Остальные 28 магистралей отремонтировали за счет средств, собранных по программе Платон. Теперь задача властей сохранить дороги. Подрядчиков обязали выполнять косметический ремонт в течение четырех лет бесплатно. Но омский асфальт, как известно, сходит вместе со снегом. Нередко после первой же зимы. Если за покрытием следить, оно может прослужить до 10 лет. Любая трещинка, даже маленькая, поперек дороги обычно бывает, проезжие части ее надо заделывать вовремя. Потому что она раскрывается. На каждом марте мы видим по 10-5 сантиметров трещины. Они разбиваются колесами. За дорогами надо вовремя ухаживать и вовремя перекрывать ее. С дополнительным слоем асфальта, бетона. Ну, на это нужны деньги. Если дорожники будут с деньгами, то дороги будут хорошие. Эксперимент мы продолжаем на улице Красных Зорь. Ее также отремонтировали этой осенью. Здесь сразу после ремонта выявили 19 провалов. Коммунальщики ремонтировали трубы. Восстановить покрытие теперь можно будет только следующим летом. Небольшие неровности на этой дороге мы чувствуем, но тем не менее вода проливаться не спешит. Как показал наш эксперимент, большинство дорог все-таки ровные. Впрочем, это только сейчас. Окончательные выводы о качестве ремонта можно будет сделать весной. Погода и отрицательные температуры уже испытывают на прочность омские дороги. Ну, а здесь вода точно расплещется. Да и сам стакан не выстрел бы, если бы не скотч. Однако это, пожалуй, самое дешевое, что можно разбить на такой дороге. Поломки в непролазной грязи частного сектора не редкость. Ну, а в 350 километрах грунтовых дорог Омска в этом ремонтном сезоне, похоже, забыли. Динара Ганеева и Константин Демиденко. Омск здесь. Динара Ганеева и Константин Демиденко. Динара Ганнаева и Константин Демиденко.